высох грунт ночь и чуть-чуть с утра подсушили лампами не так на всякий случай для контроля опять же продолжаем все в баллонах в баллонах до самой покраски это проявка сильно не надо засыпать ну так чтобы напылилось так далее для работы нам нужно будет поскольку грунт все а еще не сухой поскольку грунт реально лег на столько тонким слоем границ то мне нужно 400 жаль что нету никаких полосочках есть только на мягком на мягком он не подходит нам надо сначала чуть-чуть проверить форму то есть подконтролировать это даже знаю где потом 500 к 500 к разбиваем риску от 4 сотки под покраску и 8 соточкой доработаем все остальное серым скотч брайтом можно с мотирующей пастой можно на сухую это уже как у кого какое желание есть это даже переборщил то есть оно не должно рисоваться есть толстоватый слой дал берем 400 у мирковского аппликатора для аппликатора ракеля есть две стороны одна из них твердая прям очень твердая она нам тут не подходит потому что все-таки полукруг другая такой средней жесткости но она жестче чем поролон но мягче чем просто брусок вот на него выкладываем дождак и аккуратно мне надо проверить просто форму поскольку шагрени тут у грунта никакой нет поэтому вытачивать я ничего не буду я проверяю форму за эту точку говорю видно что проявка там остается ты мне надо поправить проверяем на торцах все стирается в принципе отлично то есть тут никаких я ничего нет наждачок ну есть мелкий как чуть-чуть под забивание но это это однокомпонентный грунт не стоит об этом забывать вот видно какой-то косячок удал усадочку сейчас его дотрем грунт по толщине вполне достаточно чтобы на нем убрать даже было грех я пропустил там надо бы было шпатлинуть я уже это заметил когда начал наливать грунт когда увидел глянец дальше у нас все было ровно ну перепроверим мало ли всякое было тут все было ровно и просто шагрень собью чтобы это убедиться шагрени проявку все дальше нам делать уже с бруском по сути нечего можно взять на машинке на мягкой проставки либо же пожалуйста вручную все-таки лучше слегка тоненько проявить хоть риски уже четырехсотки почти не видно но зачистим все равно протиры будут как не крутить поэтому до металла если где-то пробили страшно это подпылим потом с баллона уже с баллона тонко слойного все проявка уже высохла и 5 соточкой за выходим туда на лак под это дело лучше конечно брать бумажную бумажную микрофибру чтобы собирать опыла потому что пылиотвода тут нету вполне нормально реально работа с баллонами мне допустим нравится конечно не везде она имеет место быть в каких-то локальных ремонтах когда можно машину даже не загонять в бокс даже сделать это на улице под лампы почему бы не для самостоятельной работы конечно великолепный вариант не надо не компрессоров ни черта потому что дальше можно купить и краску в баллон задумать и лак хороший в баллоне купить а есть еще переходник в баллоне и пожалуйста не на меду есть еще и переходник баллоне и если бы мне привезли краску в баллоне сюда мы бы то сделали все с баллона я потом бы уехал так пятисотка у нас еще поработает на капоте ничего с не страшного не случилось за это время дальше восьмисоткой просто сбиваю риск вот пятисотки хотя черный цвет уже по сути все но ручная работа поэтому надо чуть-чуть понизить и добить все это дело серым скотч брайта смотирующей пастой мы готовы к окраске при условии что есть лампа всю вот эту работу можно выполнить не знаю минут за 40 под покраску не спеша это с тем что баллон полностью даст полную усадку он нормально высох все смотрим что же видно мелкую риску 4 сотки то есть мы все вытерли нормалечек дальше серый скотч брать матерящая паста и мы закончим что это я показывать не буду все